МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В пользу этого есть целый ряд доказательств. Но можно ли представить, что на фотоснимке и современной видеозаписи, сделанных с разницей в 48 лет, изображен один и тот же человек одного и того же возраста? Да, это он. Его привезли в той же одежде, что на этом снимке. Лично я уверен, что это просто какое-то совпадение. Можно ли представить, что на фотоснимке и современной видеозаписи, между которыми разница в 48 лет, изображен один и тот же человек одного и того же возраста? Мы все знаем, что такое время до тех пор, пока нас не спрашивают, что такое время. Вы видите, как этот молодой человек идет по коридору, поворачивает в палату и пропадает в помещении, в котором есть только один выход. Эта программа посвящена спорной теме. Высказанные теории и предположения не могут считаться абсолютно верными и требуют дальнейших научных исследований. Реконструкция событий основана на свидетельствах очевидцев. И мы можем по-прежнему утверждать, что путешествия во времени невозможны. Но эта фотография свидетельствует об обратном. В нашем распоряжении есть несколько фактов, подтверждающих существование этого человека. Видеозапись 2006 года и несколько черно-белых фотографий. Все остальное – это лишь косвенные доказательства, но именно они могут перевернуть наше представление о времени. Вся эта история, мне кажется, довольно запутанной. И может стоить мне даже карьеры, ведь это же мой пациент. Однако я до сих пор не понимаю, кто же он на самом деле. Молодого человека, которому на вид было не более 30 лет, увидели на этом перекрестке в одном из спальных районов Киева. Есть люди, которые визуально выбиваются из общего ряда. Так произошло и с этим парнем. Он был похож на заблудившегося туриста. С большим удивлением и даже некоторой опаской рассматривающего обычный девятиэтажный дом. Когда он подошел к нам и спросил адрес, по-моему, он назвал улицу Песчаную. Но я такой уже не помню. Тогда он уточнил, говорит, это где-то в районе Шулявки. Мы проверили по карте. Такой улицы там не оказалось. Тогда он говорит, а какой сегодня день, число, год? Говорим, вторник, 23 апреля 2006 года. Говорит, так его же не может быть. По словам участкового милиционера Сергея Анопенко, этот молодой мужчина выглядел довольно странно на фоне современного города. Одет старомодно, однако при этом вещи не изношены. В руках он держал фотоаппарат ФЭД, который сейчас можно найти разве что в антикварных лавках. Но что удивило больше всего, так это его документы. Когда он достал комсомольский билет, мы сразу поняли, что человек, похоже, не в себе. Комсомольский билет был как новый. Там была фотография. На фотографии был человек один к одному, похож на нашего. Я бы сказал, странная ситуация, но мы обязаны были доставить ее к психиатру. Этот парень попал в наше время не по собственному желанию. И он действительно пережил настоящий шок. Он не понимал, где он находится, что с ним происходит, как ему поступать. Еще неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы его тут же не отправили к психиатру. Эта видеозапись была сделана в одной из частных психиатрических клиник, куда доставили этого человека. Те, кто видели его в тот день, вспоминают, что он постепенно уходил в себя и становился еще более растерянным. Я помню, он был как-то странно одет и почему-то не захотел снимать пальто. И вообще-то был чем-то встревожен. В тот момент, когда мне позвонили, он посмотрел так, как будто вид впервые мобильный телефон. Ну, я поняла, что нам привезли трудного пациента. Оказавшись в клинике, молодой человек не хотел расставаться ни с одной из своих вещей. Фотоаппарат и даже пальто – все осталось при нем. И только комсомольский билет был приложен к протоколу о направлении к психологу. Проходите, пожалуйста, молодой человек, присаживайтесь. Когда он вошел, я попросил его присесть. Он выполнил мою просьбу. Правда, это сделал он несколько неуверенно, я бы даже сказал осторожно. И вот тогда он увидел часы, висевшие на стене. На них было ровно половина первого. Как вы себя чувствуете? Молодой человек, с вами все в порядке? Молодой человек, если вы будете все время молчать, и мы с вами не найдем общего языка, мне будет очень трудно вам помочь. Я не уверен, что мне нужна ваша помощь. Но почему вы так думаете? Какой сегодня день? 23 апреля 2006 года. Последнее, что я помню, это среда 23 апреля 1958 года. Это очень интересно. Вы хотите сказать, что оказались в будущем, с вашей точки зрения? Я не знаю. В принципе, это похоже на временную дезориентацию или субъективное искажение времени. Как правило, такие симптомы в организме выполняют защитную функцию. Людям, особенно тем, кто пережил серьезные травмы или стресс, в принципе, свойственно бежать от реальности, углубляться в свои воспоминания. Они в них чувствуют себя очень комфортно. Но в случае с этим молодым человеком было все несколько иначе. Давайте все-таки познакомимся поближе с вами. Меня зовут Пономаренко Сергей. Родился в Киеве 17 июня 1932 года. Да? Ну, я бы вам дал на вид лет 25-26, но никак не более 30. Мне 25. Можете сами посчитать. Ну, хорошо. А вы можете припомнить тот момент, после которого вы оказались в нашем времени? У меня был выходной, и я просто решил выйти прогуляться. Взял фотоаппарат и уже в дворе, в небе увидел странный объект. Он был похож на колокол, но это что-то другое. И летел он по какой-то странной траектории. Мне сложно объяснить, что я видел. Лучше принять пленку, и тогда, может быть, станет ясно. Это было похоже на психотическое расстройство, связанное с ременной дезориентацией. Но чтобы точнее поставить диагноз, естественно, нужно более длительное наблюдение. Поэтому я ему предложил остаться у нас в больнице и понаблюдаться. И вот в этот момент я обратил внимание, как он смотрит на часы, висящие у нас на стене. На ваших часах остановились стрелки. Подскажите мне лучше, который час? Время отставало. Часы, висящие на стене, показывали ровно половину первой. Часы на моей руке показывали то же самое время. Хотя мы с ним говорили уже не менее получаса. Я ему дал бумагу, попросил написать все о своих последних воспоминаниях. Проводил к ассистенту. Вернулся к себе в кабинет. И увидел, что часы на стене опять работали. Правда, с отставанием на 32 минуты. Конечно, можно предположить, что обычные настенные часы просто остановились. Но в качестве швейцарских часов, которые были на руке у доктора, трудно усомниться. Они также отставали на 32 минуты. Для современной физики понятие времени – это все равно, что ящик Пандоры. Если его открыть и разгадать, то неизвестно, что из этого может получиться. После первой встречи с пациентом доктор обнаружил, что в его кабинете отстают все часы. А неизменным почему-то остается только время, указанное на видеозаписи. Нам тяжело это понять, но дело не в часах.